Ребята, здравствуйте! В этот прекрасный солнечный день Владивостокский, Приморский мы радуемся хорошей погоде и не только хорошей погоде я стою на фоне японского автопрома слава богу, слава богу на вот этом вот заседании G7 ну, как говорят прошло тихо, мирно в отношении правого руля в сторону России давайте так мы как бы хотим лучшего но никогда не думаем о худшем к примеру, что могло бы быть если бы сказали, все запретим правую руль в России очень много клиентов сейчас переживали не вносили депозиты предоплаты, переживали что застрял на тачке в Японии на сегодняшний день саммит G7 закончился и никаких предпосылок к тому, что запретят нет а я вам даже больше скажу ходили слухи что вот эту планку 6 миллионов йен то есть мы не могли до сих пор не можем купить какую-нибудь двухсотку за 6 миллионов 500 тысяч йен и привезти ее в Россию то есть это нужно было делать через Корею, через Монголию это все реально это все возможно было сделать но ходили слухи что планку опустят от 6 миллионов йен до 2 миллионов йен соответственно мы начнем машины ввозить категории намного дешевле намного дешевле там фриды, фиты без проблем можно было бы ввозить но планка не опущена планка так осталась до 6 миллионов йен и невероятное количество ограничений лодки, лодочные моторы и так далее это все конечно же напрямую в Россию возить нельзя теперь давайте подумаем о плохом о том, что могло бы произойти вдруг, если бы запретили возить японские автомашины наверное бы вот все вот эти вот машины и все старые машины остались бы точно без ну таких, так скажем запчастей ладно, китайцы делают радиаторы все расходники китайцы тоже делают для нас все это в Россию хорошо идет мы кстати были в Иркутске в Чите, в Улан-Удэ когда ездили, да, на Байкал и я вам скажу, что ну, с Турне было на Байкал, да кто не знает и я вам скажу, что по сравнению с Владивостоком разница просто колоссальная машин, которые катаются по дорогам Российской Федерации там тоже правый руль может быть там чуть больше левого чем здесь но суть в чем? суть в том, что там 2000-2010 год вообще просто невероятное количество автомобилей если у нас здесь во Владивостоке катаются ну так смотришь процентов 70 свежачок да, машины там проходные там не проходные там 16-17-18-19-20-х годов то там 2000-2010 год а это машины, которые требуют запчастей ступицы китайцы не делают к примеру, ну можно там подшипник да, там купить российский поставить двигателя китайцы не делают и что бы произошло да, сразу бы был дефицит запчастей был дефицит именно кузовных запчастей ладно, может быть китайцы бампера бы сюда делали двери, да стопы может быть тоже китайцы бы делали но если Япония бы запретила ввоз праворуких машин в Россию китайцы аплодировали бы не просто стоя они бы просто прыгали до потолка во-первых, они бы нарастили количество поставляемых запчастей в Россию ну и соответственно еще какие-то запчасти может быть они бы двери стали делать может быть они бы двигателя стали делать я не знаю ну расходники, понятно они делают но самое что интересное что сейчас хорошо заходит в Россию это китайские автомобили, друзья их покупают реально покупают те, кто любит, уважает правый руль говорит да чё на этом как на этом можно ездить ребят, на том что делают сейчас китайцы вот этих вот 18, 19, 20 годов проходных на этом можно ездить это все вкусненько это все комфортное удобное начинка классная на самом деле, да в салоне сидишь замечательно там информативное табло здесь информативное там если брать машины у дилеров там все на русском языке но сейчас заходит китайская бэушка в Россию и я вам скажу по ценам ну я вот так посмотрел даже на нашем сайте посмотрел маленькая реклама нашего сайта цены конечные там в рублях заходите пожалуйста смотрите я посмотрел кроссоверы китайские я сравнил цену ну думаю а нафига брать китай да вот ну да левый руль круто вроде классно ты берешь китай когда вот там cx5 cx8 в районе двух миллионов cx5 можно взять просто невероятное состояние автомобиля машина на автомате машина проверена двигателя ресурсные возьмем чуть дороже это toyota harrier к примеру да форестеры кроссоверы да вот что сейчас китайцы очень любят что китайцы сейчас заталкивают в россию все эти джили все эти черри эксиды и так далее просто невероятно количество заходят в россию именно новых машин на гарантии я понимаю тех людей которые берут эти машины и катаются на них давайте их осуждать не будем это выбор каждого человека есть люди которые катались на правом руле всю жизнь и тут решили сесть на китайца и они восхищены ну там прежде всего кожа салон да все красиво на самом деле мы пока что не знаем ресурс этих автомобилей здесь как оно будет вот как говорят про корейцев сотка пробег и 300 тысяч ущерба ну это реально вот мы ездили это говорят в Улан-Удэ это говорят в Чите это говорят в Иркутске мы поездили по рынку с местными ребятами которые продают машины перекупы мы с ними пообщались они реально так и говорят сотка пробега 300 тысяч ущерба это про корейцев но может быть 150 может быть 200 но вот на таких машинах до 200 они спокойно докатывают там нет ржавчин коррозии дырок если конечно изначально не убивать эти машины вот поэтому Китай как бы не за горами но какой будет здесь момент именно с китайскими машинами станут они дороже станут они дешевле чем Япония мы пока что не знаем сейчас посмотрим как подстроится под это рынок и конечно же кто от этого больше всего выигрывает Китай Китай выигрывает они будут сюда поставлять машины пачками запчасти на их машины у которых может быть там ресурс будет 100 тысяч может быть 150 не проблема будет вот я уверен просто по двигателям по всему этому вообще не проблема они будут эти запчасти сюда просто поставлять с удовольствием все то есть ну давайте вот и будут соревнования Япония Корея и Китай я думаю что Корея где-нибудь осядет по сравнению с Китаем вот ну за Японию будем стоять да Горой говорит что правый руль это круто еще не понимаю людей которые пишут комментарии что пруль за эти деньги да это надо быть ненормальным чтобы брать правый руль за эти деньги за какие эти деньги я вот тоже не понимаю возьмите корейский автопром он не не такой уж там и дешевый возьмите японский автопром да те же самые категории автомобилей тоже соответственно ну не такой-то он уж и дешевый японца можно взять качественно надежного нормального да праворукового за эти же деньги да если конкурентов рассматривать почему пишут такие комментарии кто эти люди которые пишут комментарии которые критикуют правый руль я вот этого не понимаю если я не прав ну пожалуйста напишите в комментариях обоснуйте почему ведь просто критика говорится так вот критикуешь предлагай ну скажи почему правый руль за эти деньги ну предложи что-то другое может быть эти комментарии пишут люди у которых просто не хватает денег да на что-то там нормальное они со злости пишут катаясь на российском автопроме может быть который уже отжимается у которого ржавчина на второй год уже вылазит нивы там новые берут уазики к сожалению друзья я не хочу критиковать но к сожалению мы знаем да мы знаем я не говорю мы знаем мы все знаем что эти машины начинают ломаться да даже машины новые берут 22-23 года и они уже проблемные проблемные возьми японца с пробегом 40 тысяч там не знаю форестер тот же самый до 140 пробегаешь вообще никаких проблем может быть что ты поменяешь масло антифриз где-нибудь в жареную стойку которую ты пробил на какой-нибудь кочке несся как сумасшедший да стойки ты поменяешь двигатель в принципе масло заливай нет такого что какой-то там японский брак заводской брак ну такого просто вот мы не слышали не видели там ресурсные двигателя очень ресурсные вот поэтому на сегодняшний день конкуренция у нас именно бушка да в России вот это которую мы мы возим которую мы будем возить продолжать это японец Корея и Китая друзья Китай который сейчас будут поставлять да не будет поставлять мы их будем завозить по вашему спросу эти автомобили потому что начинка там невероятно хорошая вкусненькая и думаю пробегать там 20-30-40 тысяч пробега потом продать эту машину и купить себе новую будет вообще не проблема как я сказал как я сказал пока что по запрету на ввоз правого руля информации нет никакой сами G7 закончился планку не опустили поэтому что друзья давайте дальше будем возить машины и радоваться жизни всем пока всем здоровья счастья субтитры субтитры